Держите, только ждите, не закрывайте друг друга. А теперь продукты питания, да, молочные? Тамара Тимофеева приехала на конкурс из Жигулевска. В сфере дошкольного образования работает почти 15 лет. Уверена, воспитатель – это человек с огромным сердцем, открытым для детей и их родителей. Интерактивный проект «Волшебные улей», с помощью которого дети дошкольного возраста познают мир и развивают творческие навыки, Тамара создала вместе с командой единомышленников. Это мобильный короб, у которого внутри есть рамки с сотами, в которые заполняются картинным материалом на разнообразные темы, по разным лексическим темам. Это карты, схемы, цифры, алфавит. В него можно вставлять все, что угодно. И с помощью этих рамок моделировать именно разную образовательную ситуацию, игровую ситуацию создавать совместно с ребенком, по инициативе педагога, обучая и привлекая к этому процессу потом детей. Конкурс «Воспитатель года» проводится в регионе шестой год подряд. На этот раз участие в нем приняли более полусотни человек. 32 человека в номинации «Педагогическое творчество» и 20 в спецноминации «Методическая работа». В финал вышли только 10 участников, лучшие на районных турах, готовые к творчеству и саморазвитию. Современный воспитатель, он сегодня очень жизнерадостный, творческий, очень компетентно подкованный, потому что на сегодняшний день в Самарской области созданы все условия для непрерывного повышения квалификации и повышения профессионального мастерства. Это ряд взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя как курсы, так и различные конкурсы, фестивали, методические недели и другие формы. Организаторы говорят, что с каждым годом выбрать «Воспитателя года» все сложнее. Работы, которые предъявляются воспитателями год от года, по своему качеству, по своему методическому уровню, растут. И, по сути дела, те разработки, которые они сегодня предъявляют, становятся теми основными методическими идеями, которые будут тиражироваться на всех территориях, благодаря чему общий уровень дошкольного образования у нас в области будет повышаться. В этом году победители конкурса получили денежные премии в размере 15 тысяч рублей и подарки от спонсоров. А лучший воспитатель в номинации «Педагогическая работа» – право поехать на всероссийский этап конкурса. Марина Матвеевична, Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов. События.